Весна 45-го Андрей Тюняев 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне посвящается Ты знаешь, Андрей, было дело в войну Вот сижу я здесь на заваленке, пулемет чищу А там по опушке немцы идут гуськом Я бы мог их каждого по одному снять Тут расстояние-то километр, не больше Никто бы из них не ушел Но нельзя Деревня-то наша уже несколько раз из рук в руки переходила Сегодня мы ее отбили Я фашистов постреляю А завтра, глядишь, фрицы опять деревню возьмут Так они же, ироды, всех наших деревенских Тут же заживо и сожгут Как твоего второго деда Его вместе со всей деревней согнали В один сарай и подожгли Рассказывал мне мой дед Он уже умер Глава первая Ели за место хлеба сухари Я взял пригоршню жирной глины И вспомнил Над деревней клином Летели журавли А мы вдвоем с отцом, задрав штаны На огород навоз возили А летом поутру косили На дальних подступах к границе Взлетела стая черных птиц И отступила тишина За нею вслед пришла война Сегодня в бой Не в первый раз Мы слышим вой сирен Приказ не оставлять врага в живых И в плен не брать А за своих мы отомстим по полной мере За тех, кто пал Победу верят И кто не дожил Так война покосят нас Ушла слюна Сухарик пересохшим ртом Жую, глотаю А потом Почистить надо автомат Проверить кольца у гранат Такая жизнь передавая Не спать, не думать, не давая Всегда нас держит на чеку Возьму и выдерну чеку А что потом? Да нет уж, фрицы На наших бабах насладиться Я вам не дам Взрывать не стану Себя Усну А ну, пристану Не ровен час здесь околеешь Эх, кипиточку Вот побреешь, бывало Рожу сутрица И десять лет долой Юнца Ты в зеркале узрел Бывало Чего это Рота наша встала Небось опять Идти в атаку Эх, кипяточек Отдых Плакал Глава вторая Атака Венцовую стеной Обрушит фриц Свою любовь Тяжелый день Большая кровь Сейчас на каждого бойца Страна надеется Отца Детишкам Батю Сохранить Но фрица Надобно Добить Все поняли Тогда За дело За родину Душой И телом Мы бросились Косить врага И пеной Вскрылись Берега Родной реки Когда в атаку Рванула Рота Каждый Плакал Но плыл И каждый Ждал Когда Пройдет Открытая Вода Ведь мы На глади Словно Мухи Один снаряд И дырки В брюхе Наделает Ребятам Враз Как страшно Но Вперед Приказ Вода Вода Кругом Вода Пропали Силы Так еда Что вечером Нас накормили Грибу А руки От усилий Уже не слушают Меня А враг Еще Поддал Огня Свинцовый Град Я видел Сам С рекой Спаялись Небеса Уже Не видно Кто плывет Кого Снарядом Разорвет А только Грохот Что есть Мочи Я припустил Доплыл За кочкой Припал К земле Лежу Затих А в голове Кровавый От наших Тел От блиндажа Нарон Наперекрест Его рука Из ванной В дом Так упокойся Здесь же В нем Глава Три Рана Я наклонился Над бойцом Как кран Подъемный Вниз Лицом Чуть Спину Выпрямить Хотел Как чую Дернулся Прицел И смерть Метнулась От врага Ее Косматы И рога Вонзились Мне Над правой Почкой Я удивленно Сел На кочку Откуда Боль Откуда Кровь Я щупал Рану Вновь И вновь На окровавленную Руку Смотрел И вдруг Такую Скуку Я ощутил Что просто Лег И все Вокруг Мне стало Смиться Весна И осень Первый Лед И черный Грач На снег Садится Не грач А ворон Черный Ворон Клюет Не видно Что клюет Я подлетел Застыл Над кормом Из человека Кровь Он пьет Я стал Кричать Хотел Спугнуть Дурную Птицу С человека Хотел Ее Ногою Пнуть Но Бесполезно Скачет Века Еще Живой Он Вмец Самбат Живей Живей Его Ребята Стянулся Мир В сплошную Точку Меня Подняли С грязной Кочки И понесли Отпускают Мол Меня Эй Ты не Спать Опять Возня Меня Пытались Разбудить Трясли За плечи Дали Пить А я Не спал На них Смотрел Ко мне Товарищ Подлетел И так Спросил Ты что Живой А как Жить Паришь Со мной Я Снова Жутко Испугался Конечно Жив Он Оклемался Еще Один Был В нашей Старе Ребята Я Не Понимаю Промямлил Я Смотря На Них Поймешь Когда Настанет Время Я Оглянулся Много Их Парит Израненное Племя И Все Они Чего-то Ждут И Все Спокойные Такие А я Один Ни Здесь Ни Тут Вот Санитарочки Лехие Уже Разделали Меня И Спиртом Влили Мне Огня Я Ощутил Что Мне Теплее Ну Возвращайся Ну Смелее Мои Парящие Друзья Сказали Мне Что Так Нельзя Что Надо Твердо Мне Решить Не Умирать Что Надо Жить Успеешь К нам Ты Молодой А врач Умыл Лицо Водой Сказал Теперь Он Будет Жить Налей Ему Еще Попить Пускай Поспит И Отдохнет К утру В себя Даст Бог Придет А я Почувствовал Как сила Меня над телом Поносила И снова Втиснула В него Потом Не помню Ничего Привет Привет Браток Ну Что А Клеп Вот Твой Паек Здесь Сало Хлеб Поесть Бы Надобно Немножко Смотрю В палатке Я С окошком А наверху У потолка Узрел Парящего Братка Он Мне Сказал Я Так Решил И С остальными Поспешил Куда-то Вдаль Я Обалдел Наверно Так Давно Не ел Раз Вещи Чудятся Такие Сказал Я Вслух Ты Что Какие Небось Немножко Полетал Поверь Я Кое-что Видал Ответил Доктор И Добавил Быть Может Это Против Правил Но Так Бывает Иногда Ты Умираешь Но Когда Судьбой Начертано Другое То Рано Думать О Покое Бывает Выпрыгнешь Из тела Душа-то Вроде Отлетела Но Рано Ей Еще Не Срок И Снова В тело Мда Урок А в общем Рано Не Смертельно Режим Тебе Блюсти Постельный Неделю А потом Вставай Я Смел Предложенный Сухпай И так Усну На Теплой Койке Во сне Же Мне Влепили Двойку За то Что Встал Я в полный Рост Вдали Мерещился Погуст Глава Четвертая В селе А ну-ка Бабка Дай-ка Чаю Моя Твоя Не Понимает Дай Чаю Я Кому Сказал И На Руках Ей Показал Как Вроде Вода Вода Кипит Мы Мы Мед 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 Что За Деревню Утром Дали Погиб Петруха Мы То Взяли Три Дома И Поганый Зод Гад Покосил Он Ёшкин Кот По Рюмочке Мы Пропустили И В раз Согревшись Загрустили Скажи Нам Бабка В Кой Же Век Ты Вроде Тоже Человек Откуда Ж Выродки Взялись Что На Россию Поднялись Ты Что Ж Им Не Говорила Что Их В России Ждет Могила Твоих Поганых Пацанов Ты Ль Не Стирала Им Штанов Не Жалко Что Ли Сыновей А Ну Васек Еще Налей Она Стоит И Смотрит Так Мусоля Тряпочку В руках Не Говорит Не Понимает А Лишь С улыбкой Нам Кивает Я Воль Я Воль Хрен Разберешь Эй Бабка Ты Чего Несешь А Дочки На Деревне Есть Хочу Пощупать Эй Не Лезть Сказал С улыбкой Пьяный Ротный И Обмахнул Рукою Потный От Сытости И Спирта Лоб Эй Бабка Не Парали В Гроб Всей Вашей Сволочи До Кучи От Злости Ротный Челюс Крючин И Замолчал Припомнил Как Дочурку Вынес На Руках Из Разбомбленного Сарая Она Была Еще Живая Но От Осколков Во Всю Грудь Была На Теле Борозда Ах Ты Фашистская Пья Дай Автомат Хочу Стрельнуть Он В небо Выпустил Рожок Жал На Курок Пока Не Взмог И Отдышавшись Вновь Заплакал Я Умираю Слышишь Папа Ее Последние Слова Опять Заклинив Голова Трещит Как Ржавая Граната А Ну-ка Наливай Ребята Помянем Всех Кто Не Дожил Кого Поганый Фриц Сложил В Сырую Землю Штабелями Немецкий Пес Хвостом Виляя Пришел По Запаху Еды Сидим В Предчувствии Беды И Бабка Тоже Испугалась Видать Чужая Поняла Что Зря Безумно Улыбалась Простилась И в Сарай Ушла Слышь Ты А там В сарае Наверно Свинки Пожирают Остатки Джимыха И Картошки Растут Пока Их Держат Ножки Я Помню До войны У нас Еще Сынок Мой В первый Класс Ходил Так Вот тогда Бывало Завяли Мы Такого Сала Что Слюнки Ведрами Стекали Мы Сало Водкой Запивали Ты Понимаешь Что Без Водки Какая Нахрен Там Еда Так Так Баловство Сейчас Беда Чего Уж Сало Хоть Селедку Ложили В Пай Нам Иногда Вот Мир Наступит Как Всегда Я Выращу В деревне Свинку И Сало Мягкое Со Спинки Нарежу Тонкими Ломтями А Пес Скребет Сарай Когтями Послушай Кто-то Там В сарае Иначе Что Так Пес Копает Васек Сходи-ка Ты Проверь Егор Прикрой Смотри За дверью Они Открыли Дверь В сарае За ними Пес Бежал И Слаем Он К Дани Кинулся Стене Они Всмотрелись Там В копне Зарывшись В сено Парень Плачет Вот Это Да Вот Так Удача На свет Его Во двор Давай Давай Посмотрим Кто Такой Давай Допросим И Узнаем А ну Копни Его Ногой Толстенный Фриц В фашистской Форме Трясясь К нам Выпался Из копны Во Отожрал На сытном Корме Смотри Ему Малые Штаны Так Что Решаем Будешь Гад О том Что Знаешь Говорить А может Быть Его Побить Тогда Расскажет Будет Рад Давай Немножко Так Придавим А Промолчит Еще Добавим Я Чую Он Гаденыш Знает Зачем Же Прятался В сарае Мы С пареньком Поговорили Ребят Убитых Обсудили Потом Когда Устали Бить Решили Просто Шнапс Добить А парень Пусть Идет В копну А не уйдет Так Знай Стрельну И бабка Кинулась К сараю Его Упрятать Я Не знаю Наверное Надо Мне Остыть И Попытаться Все Забыть Уже Недолго До Берлина На сапогах Засохла Глина Фашистской Чертовой Земли Ведь Мы Пройти Ее Смогли Глава Пятая Эпилог Я Никогда Не говорил Ни внукам Ни детям Ни сестрам Я Думал Унесу В могилу Ту память Это Сделать Просто Но Вот Минуло Столько Лет Что Мои Внуки Повзрослели А я Теперь Уж Древний Дед Все Помню Мира Мы Хотели Так Надоела Нам Война Так Мы Тогда Ее Прокляли Всегда Голодная Вода Мне Снится В Теплом Одеяле Одеяле